НБА плей-офф Здесь есть полностью наша сетка плей-офф Окей По-моему, этот бракет челлендж Я уже третий год подряд в него играю Естественно, я ничего не выиграл Потому что за первое место, по-моему, миллион долларов Но, по-моему, ничего никто даже не угадал Потому что надо идеально предсказать весь плей-офф От того, сколько игр выиграют команды И даже в финале надо предсказать, насколько очков первая команда выиграет Поэтому это очень тяжело В первом году я правильно предсказал в основном плей-офф Но я сказал, что ГСВ выиграет у Торонто Рэпторс Мне не повезло Но вообще по сетке, по-моему, я бы предсказал несколько вещей неправильно В этом году у нас ГСВ проиграли Печаль, беда Юта, Мемфис, Клиперс и Даллас Денвер, Портлинд, Финикс, Лейкерс, Филадельфия, Вашингтон Нью-Йорк, Атланта Милоки, Майами и Бруклин, Бостон Мы обсудим каждую серию Мы заполним брекет полностью И посмотрим, буду ли я прав И мы вернемся, наверное, после плей-офф И посмотрим, что у нас тут произошло Юта, Мемфис, Гризлис Если бы был ГСВ, я бы дал ГСВ больше шансов, чем Мемфис, Гризлис Но я думаю, Юта разберется с Мемфис, Гризлис довольно-таки уверенно И я думаю, что Юта Джаз поедет во второй раунд Точнее, в полуфинал конференции Уверенно в пяти играх Мемфис выиграет одну дома Но Юта все остальное порешает Юта слишком хороша в защите И в нападении они бросают достаточно трех Чтобы в нападении они будут получше Плюс я надеюсь, что он будет не травмирован Я надеюсь, что он будет чувствовать себя великолепно И они пройдут во второй раунд довольно-таки Я думаю, уверенно Я думаю, уверенно они пройдут во второй раунд Клиперс-Даллас В прошлом году играли они тоже в первом раунде 4-2 выиграли Клиперс В прошлом году, насколько я помню Порзингиса в первой игре вообще выгнали Потом Порзингис-Терамировался Они играли без Порзингиса Но когда Порзингис был на площадке Даллас разносили кибитку Но это другая немного команда Клиперс И я не знаю Я все равно думаю, что Клиперс должны пройти дальше И в принципе у нас теперь есть и дома И на выезде игры Поэтому я думаю, что Клиперс придет дальше Я думаю, что снова в 6 играх Снова 4-2 выиграют Клиперс И пойдут во второй раунд Где они будут играть против Ют и Джаз Но до этой серии мы еще дойдем И когда мы начнем ее обсуждать Но типа Лука, Огонь Крис Топс Огонь Я думаю, еще рано им побеждать Такую команду, как Клиперс Но если они выиграют Я с этого с удовольствием буду наблюдать И буду болеть за своего братика Если что, я майку достану Денвер-Портленд Как мы все помним В 2019 году в 7 играх победили Портленд В 7 игре на выезде они победили Единственное Я считаю, что Денвер, по идее Должны разносить кибитку Но Джамал Мэри 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 Нема его Его нема Есть Эрн Гордон Кто у них будет орать поингарда Неизвестно Кто у них будет защищать Дэймин Лидерда Неизвестно Кто у них будет Си Джема Каллом убивать Тоже неизвестно С другой стороны Денвер Кто будет Йокича крыть Кто будет крыть Йокича Тоже неизвестно И эта серия очень сложная Сложно будет ее предсказать Йокич скорее всего у нас будет MVP Так как Стеф не попал в плей-офф вообще Фак Это наверное одна из самых тяжелых серий Наверное это и Нью-Йорк Атланта Будет самая тяжелая серия Которая придется предсказать Окей Не буду скучным Не буду скучным Я скажу что Портленд Выиграет эту дичь В шести Портленд за шесть игр Разберутся с Денвер Наггетс Я думаю да Я думаю шесть игр Дэймин Лилард приедет И разнесет кибитку Я бы сказал в семи Но седьмая игра будет в Денвере Я не уверен что Портленд за три года Сможет два раза седьмую игру в Денвере взять Даже несмотря на то что Джамала Мари там нет Ну и Финикс Лейкерс Я думаю тут Лейкерс придут Я уже говорил это в одном из выпуски Пристройки Крис Пол Париша Дэвин Букер 100% у него будет играть Он забьет 45 Или даже 50 Но Лейкерс придут в шести играх И плюс пока они будут играть с Финиксом Они будут набирать форму Потому что они только все вернулись с травм Не будут набирать форму Они поработают над командной Взаимодействиями Над командной химией И они будут орать против Портленда В полуфинале конференции Давайте перейдем на восток Начнем с самого начала Филадельфия Вашингтон В Уэйсбург против Эмбида Это ну они будут друг на друга Все время тявкать Как два пса Но Филадельфия намного сильнее будет Вашингтон Я думаю Филадельфия в пяти играх пройдет дальше Единственное что я на свип еще ни один день не поставил Но я не думаю что Филадельфия свипнет Вашингтон Я не думаю что Юта свипнет Мемфис Я не думаю что Лейкер свипнет Феникс Так что я думаю по свипам Единственное что я думаю свип может быть Бостон свипнет Но опять же там тоже свои приколы Нью-Йорк, Атланта Наверное самые две равные команды которые могут быть Я думаю здесь Нью-Йорк выиграет Нью-Йорк в защите очень хороши Атланта Я еще не уверен насчет них Они очень нестабильно весь сезон играли Поэтому в принципе Эй Атланта Нейтон Макмиллану дайте контракт What the fuck Нью-Йорк, Никс в семи играх В семи играх В Мэдисон Сквер Карда Нью-Йорк Никс закрывает Атланту И мы идем дальше Дерек Роуз Винтаж Дерек Роуз игра в седьмой игре Все видим Милоки Майами Я думаю Милоки отомстит Майами за прошлый год Я думаю в шести играх Милоки пройду дальше Потому что Майами основа У них ковид У них был ковид У них все эти дела В принципе Майами в принципе может сделать рывок До полуфинала Но я думаю в этом году Милоки будет Будет поярче У них теперь есть Холид Дэй Который может Который явно усилил Милоки Мне кажется И Я думаю у них теперь есть еще один Скор Плюс защитник Который может порешать Джимми Баттлера Поэтому будут такие Баттл защитников у нас будет Поэтому Милоки пройдут в шести играх Бруклин, Бостон У Единственное что я не уверен по поводу Бруклина Это Стив Нэш Стив Нэш впервые в жизни будет Коучить команду плей-офф Но у них конечно же У него есть У него есть Лайнел Холлинз По-моему в штабе у него Правильно? Лайнел Холлинз И у него в штабе Д'Антони Они ему 100% По-моему Подготовить эту команду Бруклина Плюс Они тоже не все полностью готовы Но У Бостона нету Джелана Брауна И в принципе Я не вижу Каким образом Бостон Ну это Бостон Поэтому Джейсон Титам Может пойти одну игру Но я думаю Что Бруклин Давайте я поставлю Я поставлю на свип Я думаю Фанаты Бостона Простите меня пожалуйста Я ставлю на свип Бруклина И посмотрим дальше Я думаю Ну Логикой NBA ставить Особо нельзя Надо где-то Поставить рандомный скор И оно 100% впадет Поэтому Бруклин у нас Я поставлю на свип Там дальше посмотрим Ну и это у нас делает Восьмерку Топовых команд в NBA И что тут делают Нью-Йорк Никс непонятно Utah Клиперс Портленд Лейкерс Филадельфия Нью-Йорк Милоки Бруклин Давайте начнем Давайте останемся на востоке И потом перейдем к западу Филадельфия Нью-Йорк Я думаю У Нью-Йорка тут не хватит Таланта Чтобы Даже противостоять Кто А Рэндалл будет Ну и Митчел Робинсон Может быть Цимбина будет Но я не думаю Я не думаю Что у Нью-Йорка Хватит Даже сил После первой серии С Филадельфия Побернуться Филадельфия в пяти играх Пройдет финал конференции Милоки Бруклин Тут у нас интересно Тут у нас интересно Потому что Как мы видели В регулярном сезоне Милоки Достаточно хороши Чтобы пару игр Взять у Бруклина Я думаю Это будет тяжелая серия Но я думаю То что у Бруклина Слишком до хера таланта Я ставлю Бруклин в семи Я думаю Это будет очень интересная серия И Бруклин На домашней площадке Все закроет Кстати Оно видно Что Бруклин Это как Клиперс Нью-Йорка Потому что Нью-Йорк Попали в плей-офф Впервые с 2012 Или 2013 года 15 тысяч Распродано Просто моментально На их первую Угру плей-офф У Бруклина Кейди Кайри Джеймс Харден Но Они раздают Билеты бесплатные Некоторым Типа людям Потому что Никто на плей-офф Не приходит Прикиньте Можно мне в Бруклин Филадельфия Бруклин Будет у нас Финал конференции Тут у нас Я думаю Лейкерс В пяти Вряд ли Потому что Если в пяти Тогда они выиграют Получается Что две Две на выезде Лейкерс Портленд Лейкерс Портленд Лейкерс Портленд Во втором раунде Окей Я снова поставлю Спорные Довольно спорные Решения Лейкерс Свип Свип Лейкерс Портленда Во втором раунде Да Окей Я уже поставил Так что покер Лейкерс Свипают Портленд Во втором раунде 4-0 Я думаю Лейкерс Уже наберут К этому форму Леброн Уже будет Поярче Я думаю Они уже К этому времени Смогут Уже Свип Хочется поставить Клиперс Сюда В шести Так Юта И Клиперс Опять же Здоровья Дональд Митчел Это всегда под вопросом У нас Будет находиться Поэтому Я не уверен У меня хочется увидеть Клиперс Лейкерс В финале конференции Потому что давайте Клиперс В шести Несмотря на то что Блин Где-то в глубине души Я надеюсь Что Юта Выиграет Но я думаю Клиперс Лейкерс В финале конференции И из них Я думаю Лейкерс Лейкерс Ну Лейкерс По сути Дома будут В этой серии Но Лейкерс В шести Лейкерс В шести Будет в финале И Бруклин Я думаю Тоже в шести Победят в Филадельфию Севен и Сиксерс И у нас будет Бруклин Лейкерс Финал Где Финал У нас Пройдет Фак И Лейкерс Выиграет В шести играх Лейкерс Чемпионы НБА Два раза подряд Леброн Два раза подряд Мне кажется Это будет Очень тяжело Для Лейкерс Но Я поставлю Лейкерс Полтос Еще в начале сезона Так что Верните Мой полтос Котыняк Кто не рискует Тот не пьет Шампанское Как говорится Поэтому Лейкерс У нас будут Чемпионы Это мой прогноз Напишите В комментариях Ваш прогноз По поводу Плей-офф В этого года И Фак Напишите мне Прогнозы На вашей серии Кто Кто будет Чемпионом В этом году Мне будет интересно Почитать ваши комментарии И на этом В принципе Все на сегодняшнее видео Сегодня Не было перестройки Поэтому я думаю Вернемся к ней Завтра Посмотрим Может быть Я завтра сделаю выходной С перестройкой И вернемся на понедельник На этом В принципе Все Всем спасибо за просмотр Поставьте лайк Если вам понравилось видео Подпишитесь на мой канал Ну и напишите комментарий По поводу Кто у нас Кто у нас Будет чемпом В этом плей-офф И плей-офф у нас У нас уже начался Дорогая У меня эти дни Не трогай меня Увидимся Покет